В республике проходят декады, посвященные ко Дню Матери в Якутии. Мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, организовали и в Кабяйском районе. Сюжет Татьяны Владимировой. Дать начало жизни детям, стоять у колыбели, бороться с любыми напастями, защищая огонек новой жизни, вводить маленького человека в мир и помогать ему, сделать первые шаги – это и есть миссия, которая целиком принадлежит женщине-матери. И поэтому мы так ценим своих матерей. Так, в рамках декады, посвященной Косвиликанскому Дню Матерей, в поселке Сангар не забыли и о будущих мамочках и молодых. В районном роддоме их поздравили представители администрации УЛУСа, из центра семьи и из Кабяйского районного отдела ЗАГС. На днях молодая семья Сметаниных из села Кабяй дождались своего первенца. Им оказалась девочка – молодая мама Саина Сметанина, сама из многодетной семьи. Ее мама в свое время родила семерых. Саина является самой младшей из них. Будущим мамам желаю я крепкого здоровья, счастливых детишек. В этот день мы поздравляем мамочек, желаем им и их детям крепкого здоровья, благополучия, процветания, чтобы дети радовали их, росли чуткими, трудолюбивыми, жизнерадостными. По инициативе женсовета также в УЛУСном центре была проведена благотворительная акция «К помощь малоимущим семьям». Всю декаду желающие приносили детские вещи и одежду. На данной акции можно было и обменять одежду на размер побольше. Ведь не секрет, что дети быстро растут, и даже некоторые купленные вещи не успевают носить. И мне очень понравилось данное мероприятие. И вот как главный специалист я приобрела вещи для четверых мальчиков, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации. Подобные мероприятия еще планируется проводить в ноябре месяце. Они будут приурочены к празднику федерального значения, ко Дню матерей в России. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.